С Halo Infinite получается интересная история. Если взглянуть на оценки западной прессы, то мы сразу же увидим восьмерки и девятки. По-моему, самая низкая оценка прессы, которую я видел, это 7,8 из 10, что ну прям хороший показатель. Но с другой стороны, если мы посмотрим на обзоры блогеров, особенно русских, мы сразу же видим кучу негатива и вообще ну самые-самые низкие оценки из возможных. Мол, Microsoft сделали полную фигню, так еще и протащили игру на Game Awards до того, как игра вышла в обход вот всех правил. Последняя, кстати, безусловно, проблема. Истина, как обычно, она где-то посередине. Потому что это определенно не та ситуация, которая вот была с Battlefield или с тем же Cyberpunk. Когда пресса, как обычно, выставляет десятки, а потом игра доходит до реальных людей, они видят все баги и проблемы и в целом легитимно недовольны. Потому что Halo Infinite, несмотря на огромное количество проблем этой игры, довольно качественный проект. То есть производительность как минимум на консолях нормальная, в том числе и на старом поколении. А пока мы поговорим чуть-чуть позже. Багов нет, графику подкрутили под плюс-минус современные стандарты, и игра смотрится. И как бы, ну в целом, все адекватно. То есть тем, кому игра не понравилась, методом исключения, не понравится за геймплей. А то, что касается западной прессы, то тут можно списать все на эффект Halo. То есть, как я думаю, вы уже наслышаны, Halo в Америке это культ. И даже самые низко оцененные части Halo продавались на Xbox One миллионами копий. И как я уже сказал, у Halo Infinite огромное, просто запредельное количество проблем. Я сингл прошел на Xbox Series X, наиграл на ПК довольно много времени в мультиплеер. И я прям на протяжении всего этого процесса сидел и записывал все вещи, которые меня бесят, раздражают. Ну вот, все негативные моменты. Но при всем при этом, я продолжал получать удовольствие по одной простой причине. Потому что одна вещь в Halo Infinite сделана фантастически. И эта вещь... геймплей. А знаете, что еще фантастика? То, что Halo Infinite с первого дня есть в геймпассе. Вы, кстати, знали, что геймпасс можно оплатить не деньгами, а бонусами от различных программ лояльности. Есть такой сайт Code4Game, где игры, подписки и всякие донатные ништяки можно покупать за баллы от партнеров платформы. Тут есть и геймпасс, и PlayStation Plus, и подписка на GFN, и свежие игры, и даже монетки для Apex Legends. И оплатить баллами можно 99% изначальной стоимости. Контент постоянно обновляется, и добавляются новые возможности для списания бонусов. Так что, если у вас есть баллы от программ лояльности, то зачем платить деньгами? Пользуйтесь Code4Game. Ссылка будет в описании. Итак, мне Halo Infinite очень понравился. Пожалуйста, держите эту мысль в голове, потому что сейчас мы будем массово негативить. Первая же вещь, которая бросается в глаза, когда ты включаешь эту игру, это, естественно, сюжет. Проблема сюжета одна. Нужно иметь очень и очень большую подготовку для того, чтобы понимать, что в нем вообще происходит. И тут мы сталкиваемся сразу с рядом проблем. Для того, чтобы понимать сюжет Halo Infinite, надо пройти Halo 4, Halo 5 и Halo Wars. Возможно, еще и Halo Wars 2, но я немножечко не в курсе. И проблема в том, что Halo 4 и Halo 5 делали как раз-таки 343 games. Компания, которую Microsoft организовала для того, чтобы они развивали вселенную Halo после того, как банджи от них ушли. И обе эти игры люди не очень сильно любят, по очевидным причинам. Банджи ушли, тут какие-то левые ребята придумывают отсебятину. А Halo Wars — это RTS. Игра, кстати, очень и очень хорошая. Если вы соскучились по классическим стратегиям в реальном времени, знаете, где сюжет есть классный, там ролики, диалоги какие-то, то я вам крайне рекомендую обратить на это внимание. Но проблема в том, что это стратегия, а фанаты Halo любят шутеры. Я даже не хочу начинать о том, что в России Halo не проживается. Чисто эстетически он людям просто не нравится. Что я хочу всем этим сказать? Что 343 games, когда делали Halo Infinite, а делали они его, я немного забегу вперед, с мыслями о том, что это своеобразный перезапуск серии. Потому что они отбрасывают все то, что они напридумывали и накрутили в Halo 5 и возвращаются как бы к самой первой Halo. Плюс добавьте то, что бренд Xbox во времена Xbox One был, мягко говоря, не в лучшем состоянии. А сейчас у Xbox много новых поклонников, благодаря Game Pass у Xbox Series X. И 343 games должны были понимать, что в Halo Infinite придет играть очень большое количество людей, которые не играли в Halo 4 и в Halo 5, а возможно и не играли в Halo вообще. То есть им нужно было готовить сюжет изначально для новых игроков, и они этого не сделали. И новые игроки не поймут сюжет от слова «вообще». Да, в общем-то, многие из тех, кто серии знаком, вроде меня, тоже большую часть игры не поймут, потому что нужно конкретно знать Halo 4, Halo 5 и Halo Wars. А я, ой уж извините, играл в оригинальные игры от Bungie. Окей, давайте я в двух словах постараюсь вам объяснить, что происходит в этой игре. Значит, есть огромное космическое кольцо, которое, собственно, и называется Halo. Оно было еще в первой части. Кольцо это было создано для того, чтобы уничтожить все живое во Вселенной. Каким образом, это уже вообще другой вопрос. Зачем? Потому что во Вселенной появилась такая вещь, как Флад. Такие какие-то космические паразиты, которые размножаются с бесконечной скоростью и постепенно захватывают Вселенную. А Halo должно было уничтожить как бы пищу Флада, то есть все живое. И таким образом Флад, ну как бы, сам бы и умер от голода. Естественно, такой расклад очень многих не устраивает. Как людей, так и их противников Ковенантов. Но тут возникает некая новая фракция, фракция изгнанников. Это такая часть Ковенантов, которая откололась там от основного космического совета Ковенантов. И они хотят активировать это кольцо по причинам, ну, которые уже не особо важны. И вот, значит, земляне в очередной раз сражаются за это кольцо Хейла, проигрывают. Мастера Чифа выбрасывает в космос. Он там дрифует с полгода, пока его внезапно не находит какой-то паренек, который на десантном корабле тоже дрифтовал в космосе. Паренек этот, Мастера Чифа, реактивирует. Тот просыпается и такой... Ну, я пошел дальше драться. И, в общем-то, начинается игра. Мастер Чиф спускается на кольцо. У него есть миссия, он продолжает сражаться за кольцо Хейла. Этот сюжет чисто на пальцах, и я даже не исключаю, что я где-то что-то перепутал. Там фигурирует огромное количество элементов. Например, я уверен, многие из вас знают Картану. Это искусственный интеллект, с которым Мастер Чиф бегал на протяжении многих игр. Видимо, где-то в 4-5 части Картана взбесилась и пошла там отдельно от всех воевать как с землянами, так и с изгнанниками. Поэтому у Мастера Чифа теперь есть новый искусственный интеллект. Да и сами по себе изгнанники не то чтобы очень интересны. Я даже подразумеваю, что в теории у них есть какая-то интересная драматичная история на фоне. Но в Хейла Инфинит они только и делают, что затирают тебе какие-то идиотские пафосные речи. О том, как они воевали там против землян. О том, что они никогда не сдаются. О том, сколько спартанцев они уже убили. О том, что земляне слабые, перестаньте сопротивляться и вообще. Я вот больше всего ненавижу этот пустой трёп. Причём это доходит до смешного, когда Мастер Чиф уже разваливает планы изгнанников один за другим. Убивает их элитов, генералов, всех тех, кто там занимал какие-либо руководящие посты и занимался тем или другим. Даже когда Мастер Чиф убивает вот главного помощника, главного злодейского изгнанника, он продолжает затирать ему о том, что, ну ты понял, это было всего лишь испытание для тебя, Мастер Чиф. Понимаешь, с каждой смертью мы становимся сильнее. Ты просто типа, мужик, чё ты мне втираешь? Ты выйди раз на раз на гаражи. Ты чё там сидишь и просто по телефону мне рассказываешь о том, какой ты классный? И даже предположим, если у изгнанников есть какая-то реальная, интересная, там, драматическая предыстория, и если мы будем её знать, я буду понимать все его пафосные речи, это не отменяет того факта, что мы сражаемся просто с кучкой бугаёв, что просто-напросто неинтересно. То есть у хорошего злодея должна быть интересная мотивация, интересные хитрости он должен использовать. Он должен действовать, в конце концов, что-то делать для того, чтобы противостоять нам, чтобы нам было интересно с ним сражаться. А мы просто имеем бугая, которые отправляют против нас своих солдат, мы их одного за другим убиваем, и на этом всё заканчивается. Тут даже есть совершенно потрясающий диалог, потому что главный злодей, его, по-моему, зовут Эшарум, видит, как мы убиваем его там элитов одного за другим, подходит его, кажется, помощник и говорит, слушайте, ну давайте уже отправим против него все наши армии, а он такой, нет, он только этого и ждёт. Это же буквально сцена из фильма «Аэроплан». При этом все диалоги мастера Чифа сводятся к цитированию Доминика Торетто из франшизы «Форсаж». Так что да, я считаю, что сюжет полный фейл. И ты смотришь катсценки, на самом деле катсценки поставлены потрясающие, и ты видишь, что здесь происходит что-то эмоциональное, особенно между мастером Чифом и его новым искусственным интеллектом, его здесь зовут «Оружие». И в принципе тот паренёк, который спас мастера Чифа, тоже довольно прикольный персонаж, несмотря на то, что половину игры он ноет о том, как он хочет уже наконец вернуться домой, он вообще боится сражаться. Но у него даже есть небольшая арка, где он примеряется со всем этим, понимает, что он солдат на поле боя, типа начинает активно помогать мастеру Чифу, что очень круто. Но для того, чтобы в полной мере осознать всю эту историю, нужно иметь огромную подготовку. И эту подготовку можно получить только в частях Хейла, в которые большая часть фанатов Хейла не играла по очевидным причинам. То есть даже я вот, я вот сижу, агитирую за Xbox, и даже я не захотел играть в Хейла 4 и Хейла 5. Но это только то, что касается вот конкретно сюжета. Главным камнем преткновения, конечно же, в Хейл Инфинит является открытый мир. Когда начали вот показывать новый обновленный геймплей Хейла Инфинит, по нему было очень сильно похоже, что Хейла превращают в Far Cry. То есть у нас есть открытый мир, ты там воюешь за аванпосты, прокачиваешь какие-нибудь оружия и скиллы, и вот так вот и играешь игру. Но в реальности все оказалось совершенно не так. И я вас заверяю, любой, кто втирает вам, после того, как поиграл в игру, само собой, что Хейл Инфинит это типа дешевая копирка Far Cry, он либо не играл ни в Far Cry, ни в Хейл Инфинит, либо тупо вам врет, я не знаю, по какой причине. Потому что открытый мир Хейл Инфинит, он не имеет вообще ничего общего с Far Cry. Разве что с самым первым Far Cry от Crytek. Либо же здесь можно провести параллель вот с первым Крайзисом. В Хейл Инфинит, да, чисто технически есть open world, но а, он довольно небольшой, и б, он существует в первую очередь для того, чтобы доставлять вас из точки А в точку Б, для того, чтобы у вас было много вариантов, как вы зайдете вот к вашей цели. И это не просто типа как в Far Cry, вы можете подойти слева, вы можете подойти справа, вы можете перестрелять всех по стелсу, или зайти, значит, с волынами на рожон. Здесь у вас намного, в разы, в десятки раз больше возможностей. То есть, как выглядит ваша игра в Хейла? Вот вы находитесь в open world, и вам сразу же сообщают сюжетную миссию. То есть это как минимум не как в других open world, знаете, когда вы приходите там к пареньку, и паренек такой дает вам задание, и вы потом идете, убиваете там кого-то, или выполняете какое-нибудь задание, или еще какой-нибудь ерундой занимаетесь. Нет, эта игра чисто ведет вас по сюжету. И вы всегда идете к следующему сюжетному моменту. Обычно на точке сюжета есть какая-нибудь большая вражеская база, или еще какое-нибудь место, ну, место, короче, где сидят враги. И, как я и сказал, у вас огромнейшее количество возможностей, как вы будете зачищать это место. Вы можете там собрать солдат, прийти толпой, вы можете приехать на транспорте, который вы можете вызвать заранее. Ну, или вы можете пойти на рожон, а то что-то типа засал, что ли, вот это вот по стелсу, как крыса. Прикол в нескольких вещах. Во-первых, в типичных фишках Хейла. У вас всего два оружия, патроны кончаются довольно быстро, и вы должны адаптироваться на поле боя. То есть искать новое оружие, отбирать его у врагов, может быть, вы можете зайти там с юга, потому что там есть небольшой стенд с крутым оружием, который вы можете взять и сразу взять преимущество на этой базе. Плюс огромная, широчайшая интерактивность всего окружающего мира, потому что боевка в Хейла — это песочница. Врагов много, у них у всех очень развитый искусственный интеллект, они всегда ведут себя по-разному, они зависят друг от друга. Вокруг очень много интерактивных элементов, техника, турели, всякие бочки, какие-то энергетические щиты, какие-то помещения, в которых враги могут закрыться. У врагов куча способностей, например, бугаи могут бросать в вас мелких чуваков, а мелкие чуваки иногда выполняют роли камикадзе, и получается такая огромная живая граната. Короче, искусственный интеллект суперразвитый, и ни один из боев не похож ни на один другой. Каждый раз, когда вы приходите на место сражения, каждый раз все происходит по-новому. И именно благодаря этому в Хейла настолько увлекательно играть. Меня больше всего поразила, короче, одна вещь. Тут есть ребята, элиты, которые могут становиться невидимыми. Как и любые враги здесь, они стреляют там по вам, прячутся за укрытиями, убегают и так далее. А эти чуваки делают умнее всех. Они стреляют по вам, прячутся за укрытием, там, перезарядиться. Ты идешь их убивать, заходишь за укрытие, а нету никого. И нигде никого в округе нету. Потому что эти чуваки, они заходят за укрытие, за укрытием становятся невидимыми, и убегают, чтобы потом подойти и ударить тебя со спины этим энергомечом. Это же просто офигенно. Вот сам весь процесс сражения с врагами, он настолько невероятно увлекательный, что ты моментально забываешь обо всех других проблемах игры, типа сюжета. Да какая разница, что там картана натворила, кто оружие, какие изгнальники. Потому что тут прилетает десантный корабль, ты можешь его сбить, там на тебя прилетает чувак на технике, ты крюком хватаешься, забираешь его технику, но тут прилетает другой чувак, выкидывает тебя уже из этой техники. Прилетает дропшип, оттуда выбегают бугаи, пытаются тебя завалить в рукопашку. Ты летаешь от них на крюке туда-сюда, все взрывается вокруг. Ты просто на последних издыханиях прячешься за камнями, и тебя убивает какой-нибудь рандомный мелкий грант, который спрятался за этим камнем, и ты просто не обратил на него внимания. Halo просто бесконечно генерирует совершенно фантастические геймплейные ситуации. Благодаря имеющимся возможностям, благодаря тому, что это вот такая очень умная песочница, помноженная на возможности псевдо-открытого мира, бесконечно генерирует фантастические ситуации. И чем дальше ты заходишь по игре, тем более фантастическими эти ситуации становятся. Появляется больше типов врагов, больше оружия, мастер-чиф там чуть-чуть прокачивается, и у вас все больше и больше возможностей для того, чтобы творить ад на поле боя. Ну и у врагов больше возможностей. У врагов, я так скажу, даже больше возможностей, чем у вас. У них тоже есть энергощиты, они тоже умеют кидаться гранатами. У вас есть крюк, так они умеют становиться невидимыми. У вас есть снайперка, у них тоже есть снайперка. А есть еще чуваки, которые буквально держат вот такой вот щит, и этот щит надо им сбивать. Но энергетическое оружие против щитов работает лучше. Но не всегда у вас есть энергетическое оружие. Энергетическое оружие есть вот там он у парня за камнем. И ты бежишь к нему, и в общем, вы понимаете, что я имею в виду. Сам геймплейный процесс, вот сам экшен в Halo Infinite, он увлекает не на шутку, и от него невозможно оторваться. И я еще не начал вам рассказывать, собственно, о крюке, у которого огромные возможности. Потому что крюком можно не только подтягиваться к врагу, и при этом с мощнейшим образом бить его прикладом. Крюком вы можете подбирать оружие. В ситуации, к примеру, если вы спрятались за камнем, регенерировать там щит, а оружие, которое вам нужно, лежит вот на открытом поле, обстреливаемом врагами. И вы можете крюком притянуть себе нужное оружие. Естественно, на крюке вы можете летать по локациям, как вам это вздумается. Кстати, опять же, касаясь вот вражеских баз, и в том числе аванпостов. Вы можете элементарно с помощью крюка перелезть через их стены и открыть основные ворота для ваших солдат, чтобы устраивать военные действия на вражеской базе. Вы можете притягивать бочки, которые лежат на поле боя, и бочками этими можно очень смачно бросаться. Бочек, кстати, тоже много разных типов. Они все работают по-разному. К примеру, вот вы думаете, что можно сесть в танк или там сесть в летательную банш и всех просто обстреливать. Так есть энергетическое оружие и в том числе энергетические бочки, которыми эта техника без проблем нейтрализуется. Например, в один момент вы сталкиваетесь аж с двумя вражескими танками, а танки ты просто так оружием не взорвешь. И я вдруг осознаю, что у меня нет этого энергетического оружия, вот которое с молниями, для того, чтобы вывести их из строя. Это была дичайшая проблема, потому что, ну вот, будь у меня хотя бы одна энергетическая граната, я бы без проблем все это место прошел. Поэтому я просто порыскал по окрестностям и, конечно же, нашел энергетическое оружие. И было супервесело, потому что на поле боя твой мозг работает активнее, чем в каких-то шахматах, и ты постоянно прорабатываешь сотни вариантов того, что ты будешь делать. И это просто офигенно. Ну и помножьте это, естественно, на фантастический импакт от оружия. Почти все оружие в этой игре ощущается просто запредельно офигенно. Из него кайфово стрелять, из него кайфово убивать врагов. Мне разве что не нравится вот оружие, которое пришло из самого первого Хейла. Это вот этот вот бластерный пистолет, который можно заряжать, автомат, который стреляет кристаллами, и лазерная винтовка, с которой вот ходят элиты. Мне кажется, оно какое-то не слишком эффектное, хотя вот эта лазерная винтовка очень эффективна против чуваков со щитами, что оправдывает ее в моих глазах. Единственное, я правда не очень понимаю рукопашное оружие, потому что по заветам Хейла здесь есть огромный такой тяжелый молот и вот этот вот лазерный клинок. Но проблема в том, что если ты будешь, ну, свободно, значит, пытаться врагов бить в рукопашку, как-то там к ним подходить на ближний бой, тебя просто расстреляют в момент, потому что игра, ну, надо сказать, довольно сложная. Даже на средней сложности я играл на консоли с геймпада, на средней сложности я понимаю, что для Хейла это отчасти ересь, надо играть только на легендарке, но я играл на геймпаде, поэтому мне прощается. Так вот, даже на средней сложности игра довольно сложная. Опять же, искусственный интеллект врагов, врагов много, враги агрессивны, у них много разных тактик против вас. Против любого вашего действия у них есть отличное противодействие. И когда ты выходишь просто бить их в рукопашку, тебя моментально расстреливают. Надо именно вести себя умно, тактически думать и летать по карте, сломя голову. Только так здесь можно победить. Отчасти я бы даже провел параллель с Doom и Терного, потому что игра, ну, естественно, игры совершенно разные, у них очень много геймплейных различий, но ваше поведение и ваша логика, и вот те эмоции, которые вы получаете от игры, они примерно такие же. Опять же, если что, я не сравниваю их напрямую. Halo заметно медленнее, Halo намного более гибкий, и в целом играется немного по-другому. Но именно вот ощущения очень похожи, поэтому фанатам Doom Eternal какого-нибудь я могу в первую очередь посоветовать поиграть в Halo Infinite. Ну, имеются, естественно, фанаты именно геймплея Doom Eternal, а то, оказывается, есть люди, которые играют вот в современный Doom чисто ради сюжета. Я ваше мнение уважаю, но не понимаю. Я отвлекся. Короче, этот псевдо-опен-ворлд существует только для того, чтобы ты пришел уже на конкретную, сделанную вручную для тебя миссию. Именно на этих миссиях ты и будешь проводить большую часть времени. Это именно классический линейный шутер, и большая часть Halo Infinite состоит именно из него, из классического линейного шутера. Именно поэтому я и говорю, что все, кто сравнивают эту игру с Far Cry, они вообще не правы, потому что Far Cry, он именно в первую очередь проопен-ворлд. Halo же в первую очередь верен самому первому оригинальному Halo, где тоже были большие открытые пространства, где вы могли заходить с разных сторон на врагов, где у вас тоже было большое количество возможностей, но в конечном итоге это просто очень широкие коридоры для сюжетных миссий. Два слова про сам Open World. В Open World вы можете прокачивать два аспекта. Это ваши базы и немножечко мастера чифа. За прокачку баз вы сможете набирать солдат, и вам ваш помощник-паренек будет присылать различную технику, а также вы сможете на этих базах брать любое оружие в ящиках. Причем в Open World есть небольшие точки, которые, если вы зачистите, вам выдастся специальное прокаченное оружие, и это оружие вы сможете взять только на этих самых базах. Ну а мастер чиф прокачивается буквально как вот в думах. Вы находите мертвых спартанцев и, типа, забираете их жетончики. И на эти жетончики вы там можете прокачать себе щит, крюк и другие вещи. Еще одна проблема, которая меня дико раздражает. У мастера чифа на самом деле довольно много возможностей, кроме крюка. Он может кидать сканеры, которые будут вам показывать невидимых врагов и вообще врагов вот на области. Он может делать дэш, опять же, буквально как в Doom Eternal. Он может ставить специальный щит, и враги, стреляющие по вам со стороны, не смогут пробить этот щит, а вы можете стрелять сквозь него. Но проблема в том, что все эти вещи сделаны на одну кнопку, и вы должны между этими способностями переключаться. Но Halo Infinite супердинамичная игра, и вы во время боя, ну, у вас не будет на это времени и мысленных способностей. Поэтому вы просто всегда будете пользоваться только крюком. Мне причем сразу же в голову приходило, типа, круто же было бы. Значит, на крюке прыгнул, там пролетел, использовал дэш, там в сторону от врагов увернулся, и прям супер, круче, чем в Doom Eternal. Но ты во время полета, ну, у тебя просто нет возможности для того, чтобы переключиться с крюка на дэш. Это надо три кнопки нажать. Естественно, ты не будешь этим заниматься. Это прям огромная проблема управления. Почему они не могли сделать, опять же, как в Doom Eternal, где у каждой способности есть своя кнопка, я не понимаю. Но по факту, если задуматься, вся эта прокачка вообще почти ни на что не влияет. Да, очень удобно. Если ты прокачаешь, например, щит на Master Chief, и он там будет на 30% больше урона поглощать. Или, например, если крюк будет быстрее восстанавливаться. Но вы прекрасно сможете пройти игру, используя только то, что у вас есть в самом начале. Все равно вы будете всех убивать оружием, которое валяется на поле боя. И то же самое с прокачкой этих аванпостов. Да, вы можете в какой-то момент там взять себе танк и на этом танке доехать до миссии, по пути всех убивая, но саму миссию-то вам придется все равно проходить на своих двоих с тем, что у вас есть. Да, вы можете взять с собой на миссию крутое оружие, но патроны к этому крутому оружию у вас закончатся на полпути до этой миссии. Поэтому это, опять же, ни на что не влияет. И, в общем-то, сама игра это прекрасно понимает. Вам только в самом начале игры говорят, что, эй, Чиф, ты можешь освободить этот аванпост, и больше никогда вам об этом не говорят. Ты просто, по факту, по очень широкой кишке едешь на свое задание, и там сражаешься с врагами, получаешь интересный сюжет и вообще. Особенно мне нравится, что в этом open world нет традиционной стрелочки, которая тебя, типа, знаете, просто ведет, и ты по ней, как бездумное животное, просто идешь по стрелочке, по которой тебя ведет эта игра, приходишь и, там, ставишь галочку, выполнил. Этого в игре вообще нет. То есть, открытый мир — это часть вашего приключения. Вы видите, в какую сторону вам примерно ехать, и вы должны ориентироваться на местности, потому что местность довольно сложная, гористая, холмистая. Тут вот упадешь, придется забираться заново, тут вот надо по дороге ехать, а дорога виляет, повернул вроде бы направо, куда надо, а тебе дорогу вывело вообще в другое место. То есть, игровой мир — это, на удивление, часть игры. Собственно, честно говоря, на Open World я обратил внимание только когда игру уже прошел. Потому что в самом конце у мастера Чифа спрашивают, ну и чё, чё теперь будем делать? А он такой, ну, пойдем закончим схватку. И он такой, ах, да! Еще же в открытом мире есть что-то, почему я могу пострелять. А я же хочу еще пострелять, мне же так нравится стрелять в этой игре. Ну и я пошел зачищать базы. Тут есть просто, ну, стандартные небольшие аванпосты, зачистил, ты теперь можешь туда фаст-тревелиться и вызывать там технику. А есть несколько вот именно больших сюжетных баз. Там есть определенные задания, там есть очень много врагов, на эти базы можно по-разному заходить, их очень весело зачищать. И я об этом узнал только когда всю игру уже прошел, потому что игра на это вообще не делает никакого упора, и это супер. Другая проблема игры, которая меня на самом деле очень сильно бесит — Hail Infinite очень короткая. Примерно на прохождение у вас уйдет, ну, где-то часов 8. В мире сюжетных кампаний какого-нибудь Call of Duty это, наверное, достаточно нормально, но Hail Infinite — игра, которая именно цветет в своем процессе, и ты хочешь этого процесса все больше и больше, и все больше и больше возможностей. А оно все очень быстро заканчивается. И с одной стороны, я понимаю, что я хочу больше уникальных ситуаций, больше интересных локаций, но головой я понимаю, что в игре не так много контента разнообразного. В первую очередь это касается локаций, потому что всю игру вы будете посещать только две локации. Это либо железные коридоры вот внутренних баз Ковенантов, либо эти вот леса, по которым ты можешь ходить на кольце Хейла. Вообще полностью складывается впечатление, что 343 Games хотят вот пройти тот самый путь, который прошли Банджи изначально, когда создавали Хейла. То есть они сделали первую игру, первая игра, потому что тоже была супер однообразными локациями, но интересная и свободная с точки зрения геймплея. И уже во второй части они разгулялись, запустили там эпический сюжет, много интересных локаций, которые ты посещаешь. Во второй части Хейла вообще уже можно было играть за Ковенантов. То есть много чего любопытного. И вот похоже, что 343 Games сделают то же самое. Они сделали свой первый Хейла, а Хейлы Инфинит вообще очень сильно похожи на самый первый Хейла. Ты опять же бегаешь по кольцу Хейла, у тебя то же самое оружие, нет никаких наворотов и приколов из тех, что были в Хейла 5, но игра небольшая и визуально очень однообразная. Зато они сделали очень сильную геймплейную основу. И вот во второй части, или в дополнениях к Хейлу Инфинит, они уже, наверное, разгуляются. Уже сделают более крутые постановочные миссии, добавят какого-то более эпичного сюжета, будут новые интересные локации, и там уже пойдет нормальный разговор. Тем более, что в концовке Хейлы Инфинит есть очень такой жирный задел на продолжение. Вот большая загадка теперь, как они будут Хейлы Инфинит развивать. Сделают ли они типа Хейлы Инфинит 2, либо же они будут на основе этой игры пилить, пилить, пилить сюжетные дополнения. Тут же были недавно слухи, что они буквально две трети игры вырезали, потому что у них были типа большие амбициозные планы, но пришел умный продюсер, сказал, что вы нифига не успеете это сделать до релиза, давайте вот это вот мы вырежем, сконцентрируемся на небольшой части игры, и вот выпустим ее, но хорошую, качественную. И судя по всему, так они и сделали. Ну и надо, наверное, сказать два слова о техническом состоянии игры. Ну, во-первых, чисто графически, игра выглядит по мне достаточно красивой. Очень явно видно, что ее делали для кроссгена, и вы можете в Хейлы Инфинит, кстати, замечательно поиграть даже на старом Xbox One. А если у вас вообще Xbox One X, то вы получите на самом деле офигенный опыт. 60 FPS, нормальное разрешение, нормальная современная графика. На Xbox Series X, помимо этого всего, они там увеличили дальность прорисовки, загрузки в разы быстрее, но самое главное, они сильно улучшили освещение. И, например, в катсценах, и в некоторых там локациях на базах этих изгнанников, игра выглядит, ну, прям фантастически красивой. Но все равно, естественно, это не какой-то супер-мега-некст-ген, которого бы многие из нас хотели бы. Зато художники постарались, и все враги, и все локации, и мастер-чиф, и даже этот главный друг мастера-чифа, все они выглядят просто хорошо. На них приятно смотреть. Мне даже очень нравится то, как выглядит вот новый искусственный интеллект. Просто явно видно, что над визуальной составляющей этой игры очень много работали. Да, возможно, технологиями они не способны вытянуть, потому что им надо было также смотреть на старые иксбоксы, но чисто с художественной точки зрения выглядит отлично. А вот что совсем супер, это саунд-дизайн. Игра забита постоянно каким-то пением птиц, постоянно эмбиентной музыкой, какими-то маршевыми барабанами, которые все время играют вам на фоне. Все эффекты оружия и взаимодействия с игровым миром, они все супер-кайфовые. Я даже в один момент, когда вот уже прошел игру, и хотел позадрачивать open world, чисто посмотреть, как оно играется, я по старой традиции, я включил себе подкаст, вышел тут свеженький трэш-тейст, я включил его, думаю, ну сейчас побегаю по open world, там, позачищаю аванпост, и что тут можно делать? Давайте посмотрим. И я вдруг понял, что без звука эта игра воспринимается вообще не так. Именно вот с хорошим звуком, чтобы слышать и чувствовать весь open world, чтобы по звуку определять, где находятся враги, где друзья, куда можно пойти, где взрывы, где стрельба. Именно вот слыша все это, ты прямо погружаешься в этот мир, и тебе кайфово там находиться. То есть, реально, я не шучу, боевка вообще совершенно не такая прикольная, если ты играешь без звука. Потому что звук тебе очень сильно помогает ориентироваться на поле боя. Так что, если что, чем лучше звук, тем больше кайфа. И я бы вам в этот момент сейчас сказал, как же игра замечательно работает на ПК, но Microsoft с их Xbox App'ом и Microsoft Store'ом может пойти нахуй со всеми возможными способами. Потому что это просто невозможно. Окей, у них есть это офигенное Smart Delivery, то есть ты там Game Pass, ты играешь на ПК, потом автоматически можешь запустить игру на консоли, и у тебя там сохранение автоматически синхронизируется. Прям, прям, как же это здорово. Когда оно работает, а оно не работает. И я умудрился один раз запустить Halo Infinite на ПК, поиграл там, попробовал на клавомыше, да, нормально, производительность на, опять же, на моей RTX 2070 нормальная, но я так, поверхностно посмотрел, так скажем. И значит, хочу я уже конкретно потестить производительность, потестить настройки, посмотреть, как игра будет работать на ПК, уже нормально, потому что тогда я 5 минут буквально поиграл. И просто сталкиваюсь с проблемой, что я включаю игру в Xbox приложение на ПК, и он меня перекидывает в Microsoft Store, и такой, типа, установите сервис игр. А его нельзя установить, потому что он уже установлен. И я очень долго пытался решить этот вопрос. Я сделал всё, что мне посоветовали индусы на Ютубе. Я даже в реестре копался, я не смог это починить. И это, знаете, ладно я. Я хотел просто посмотреть, как игра работает на ПК, я в неё уже на консоли наигрался, всё хорошо. Но есть же люди, которые реально играют там на ПК, в геймпассе, там, в Forza недавно выходил, Age of Empires, вот в Halo наверняка, в мультиплеер играют тоже, в Xbox приложение. И у них такая фигня произойдёт, а они просто ничего не смогут с этим сделать. Это же, ну, типа, это же, ну, капец, это край, это ужас. Такое не должно происходить. И проблемы с этим Xbox App на ПК, они как бы не только сейчас возникают, они были всегда. Пару лет оно уже существует, и оно всегда творило какой-то адовый трэш с компьютерами людей. И Microsoft просто ничего с этим не делают. Ну, это же просто пи***. В мультиплеер Halo Infinite можно поиграть в Steam. Также ты в Steam устанавливаешь игру, там логинишься в свой профиль Microsoft, и опять же, весь Crossplay просто работает. Он автоматически подсасывает твой аккаунт, твой профиль, там, твоя прокачка. Всё как бы у тебя есть на месте. Поэтому давайте поговорим два слова про мультиплеер Halo Infinite, который неудивительно, но мне тоже очень сильно понравился. Вот только в отличие от сингла, который мне зашёл на консоли, на консоли играть в мультиплеер Halo Infinite я не смог от слова вообще. Может быть, моих скиллов с геймпадом не хватает, но на консоли меня прямо унижали в Halo Infinite. Я сыграл несколько матчей, меня раскатали просто в ноль, и я забил на это. Но потом я перешёл на ПК, у меня сразу проснулись детские навыки, а у меня большая жирная история с Unreal Tournament. Я был лучшим пацаном по Unreal Tournament, между прочим, в местной игровухе. Йоу, Тамбов, магазин Тамола, я всё помню, руки-то помнят, талант не пропьёшь. Поэтому стоило мне запустить Halo Infinite на ПК, я просто начал неистово всех раскатывать. В принципе, мультиплеер тянет все те же самые идеи, которые как бы есть и в сингле, но они помножены ещё на то, что ты играешь против реальных людей. Носишься по полю боя, как угорелый, ищешь новое оружие, притягиваешься крюком, бьёшь людей прикладом. Это всё супер кайфово, супер удовлетворительно. В принципе, даже поиграв чуть больше, я понял, почему они сделали вот эту вот вещь, когда у тебя только пистолет и штурмовая винтовка, и новое оружие ты должен находить по ходу игры на карте. Но оружие спавнится очень редко, поэтому тебе часто не будет доставаться какое-то интересное оружие. И это не то, чтобы там какие-то лежат супер базуки на каждом углу. Нет, банально, у тебя есть штурмовая винтовка, там есть винтовка с прицелом, например, или базовый лазерный пистолет. Но если ты нормально бегаешь по карте, нормально носишься, нормально сражаешься с врагами, ты, в принципе, очень быстро найдёшь себе новое оружие, будешь с врагов поднимать что-то ещё, и поэтому интересно играется супер. Но я обнаружил новую проблему, которая меня раздражает. Очень мало карт. И это как-то не очень. Понятно, что ты выучиваешь карты, и там у них достаточно большая такая доля реиграбельности есть на каждой карте, и все они суперски сдизайнены, и потом наверняка ещё сделают. Но я вот наиграл часов, может быть, 20 в мультиплеере Halo Infinite, и я как-то уже от этих карт подустал. Хочется чего-то новенького. С другой стороны, люди очень недовольны вот прогрессии в мультиплеере Halo Infinite, и этого я, ну, типа, совсем не понимаю. Во-первых, игра бесплатная. Ты можешь просто в неё играть и получать удовольствие. Да, я понимаю, что звучит как полное безумие. Я понимаю, что многие как бы так давно не делают, но можно просто играть в игру и получать удовольствие от геймплея. Во-вторых, мультиплеер Halo Infinite совершенно бесплатный. У разработчиков должны же быть какие-то методы монетизации игры. Ну, а в-третьих, как я уже говорил, прокачка на самом деле очень скучная. Вам дают какие-то раскраски, можно там, вау, цвет стекла на шлеме поменять или патронтаж повесить на левую руку. Офигенно весело. Зачем это вообще надо? Ну, я не знаю, очень сомнительные скинчики. Я понимаю, когда там в Overwatch делают там прикольный праздничный тематический скинчик на твоего любимого персонажа, и ты такой, да, здорово. Это классно, прикольно. В Halo Infinite у тебя все равно будет тот же самый безликий солдат, только он будет желтого цвета или там в цветах российского триколора. Вау, это так изменит твое ощущение от игры, ведь в игру станет так весело вот с этой небольшой приколюхой играть. Но, тем не менее, разработчики уже подтвердили, что проблему понимают и в будущем сделают прогрессию намного более быстрой и намного более интересной. Но они, кстати, уже кое-что сделали, по-моему, за первые шесть матчей ты сразу получаешь жирную пачку опыта, а после этого прокачка опять возвращается на старый медленный поток. Учитывая, что большинство людей все равно заходят там часик погонять в мультиплеер перед сном, вполне нормальное решение. Но я все же надеюсь на то, что они добавят больше карт и добавят более прикольные скинчики, потому что сейчас мне даже выбивать это не хочется. Не говоря уже о том, чтобы покупать боевой пропуск. Вы че? Подводя какой-то определенный итог. Несмотря на то, что у Halo Infinite я признаю огромное, запредельное просто количество самых разных проблем, начиная от однообразных локаций, сложностях в управлении, есть очень странный баг. Часть анимаций почему-то работает на 30 кадрах в секунду, и вся лицевая анимация работает на 30 кадрах в секунду, независимо от того, какие настройки вы поставили на консолях. На ПК не могу сказать. Это как бы никак вам не мешает, но это очень странно и немного раздражает в катсцены. Ну то есть у игры есть проблемы, но ее core, ее основа, геймплей просто фантастический. Я получил огромное удовольствие. Я очень надеюсь, что 343 Games разовьют вот эту вот базу, вот эту основу, и уже в продолжении, в дополнениях, в сиквеле сделают все на совершенно новом уровне. Вот тогда будут 10 из 10 и всем максимальные рекомендации. Пока это просто очень приятный, очень хороший шутан, который суперски играется. Но, к сожалению, это очень далеко не игра на все времена. Знаете, я пока проходил ее, у меня даже закралась такая мысль, что Hail Infinite это в каком-то смысле моя зона комфорта, моя игра комфорта. Я играю в нее, и я не испытываю никаких сильных эмоций. Я не хочу кричать на экран от радости или от ярости, я не хочу восторгаться графоном или ситуациями, но я не могу оторваться от этой игры. И каждый раз, когда я там вынужден идти спать, я хочу возвращаться к ней. Ну и мультиплеер будет, судя по всему, развиваться потихоньку. Я в него играю по чуть-чуть. Надо, наверное, в Дискорде ребятам предложить погонять. Мультиплеер прям хороший, прям играется. В каком-то смысле такой глоток свежего воздуха на фоне всех бесконечных Call of Duty Overwatch и копирок на Call of Duty Overwatch, которые просто, ну, все игры скатились к тому, что у нас есть Call of Duty Overwatch, и все мультиплеерные шутаны их копируют. А тут у нас нормальный арена-шутер с какими-то уникальными фишками, прямо как старые добрые. Очень приятно играется. А на этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Как обычно, по всем правилам, в комментариях пишем, что думаем о Hail Infinite. Понравилось, не понравилось, где играли, как у вас на ПК ситуация обстоит, потому что меня явно не очень. Ну и так далее. Все ваши мысли. Ну и так далее. Все ваши мысли. Я все читаю. Спасибо огромное, что пишете. По экрану ползет список патронов и бустеров, людей фантастических, которые финансово поддерживают этот канал. Огромное им спасибо большое. Если хотите присоединиться к этому списку, получайте видосы раньше времени, секретный доступ в Дискорд, ништяки, мерч, играть со мной в Hail Infinite, то ссылки в описании. Приходите. Буду вам всем рад. Буду вас всех ждать. Спасибо за внимание. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!